доброго времени суток рада вас всех приветствовать на своем канале сегодня взяла такую необычную колоду светлый дух хочу на два населенных пункта посмотреть на этой колоде она боевые действия уже на темный черно-белая сегодня будет у нас и так покровской мирноград это два городка два города который как бы друг друга перетекает донецкая область покровск и мирноград но я бы сказала так что покровский такое неустойчиво положение дел хотя это карта такая здесь вот изображена как знак бесконечности змея кусает себя за хвост и янь то есть и темное и светлое то есть и положительные новости есть и отрицательные но это сейчас не мудрено но принц мечеть мирнограде это говорит о том что будет обострение обстановки недалеком будущем я сейчас пола разложу на 2 сразу как будут складываться дела в ближайшее время потому что я говорю они друг друга перетекают поэтому серьезных отличий не будет ну посмотрим именно два этих города будет в том направлении накоплением новых ресурсов скорее всего потому что пока еще они там но опять же здесь вот смотрите тут выходит баланс и здесь баланс вполне возможно что численности военных украинских будет регулироваться возможно это связано будет с прилетами почему-то такая вот идет ассоциация но много и техники возможно туда будет стянуто ресурсов туда будет нагонять в том направлении много но при этом будут продолжаться боевые действия какие-то вот это вот бодание туда-сюда то есть не конкретно вот когда много военных задействовано а вот это вот бодание то есть обстрелы возможно какие-то будут за счет этого и будет регулирование численности военнослужащих украинских на том направлении но при этом для городов насколько это возможно все таки будет максимально благоприятная обстановка складываться но напряжение будет сохраняться будет вот это постоянная какая-то гонка скачки если хотите происходить то есть покоя там особого не будет хотя еще раз повторяю что возможно регулирование численности будет в ближайшее время скорее всего мы увидим какие-то в том направлении решительные действия это вполне возможно будет связано с российской армией вот потому что ну нужно уже какие-то шаги предпринимать но я не военной но хотелось бы потому что может настолько все напряжено хочется каких-то изменений хотя ребята наш конечно подавдеевка молодцы вот так по нам еще карты эти расскажут да скоро мы увидим конец вообще боевые действия там видимо это будет зависеть от того насколько быстро будет продвигаться какие-то шаги но будет позитивный момент идти с этим то есть я думаю так что наши ребята будут все таки успешно идти вперед хотя у горожан конечно же из-за боевые действия будут связаны руки так выцелеют давайте так отдельного цит покровск разрушения и мирно город разрушения что нам карты скажут покровск разрушения будут конечно но это будет такой знаете не слишком сильный так скажем но при этом еще и ожидает переменную статусе города мирно город для мирно града будет более благоприятно складываться события и они очень многие будут события связаны с водой я не знаю есть там мирно гради река или какое-то озеро но это будет для города как положительный плюс потому что тут вот туз кубков идет возможно это будет связано с какими-то переговорами с какими-то договоренностями потому что начинает потихоньку выходить информация что где-то бывают какие-то переговоры ну и что там у нас дальше чем это все закончится для этих обоих городов да скорее всего какой-то будет договоренности идет и влюбленные двойка кубков то есть будет определяться на выбор сделаны будет попытка договориться да будут договариваться смотрите одни кубки вышли вот это да вот это здорово и перед этим тут с мирно градом будет связано и это самое то есть скорее всего я бы наверное так вот сказала что скорее всего в покровске есть военные подразделения их там немало их численность российская армия будет регулировать и за счет этого там особо никто не сможет оказывать сопротивление но мы сейчас еще сделаем расклад именно именно на военных и поэтому просто будут договариваться и с населением разговоры какие-то будут и с руководством если она там еще не сбежал или с теми кто остался ну и конечно с военными тоже будут переговоры какие-то идти чтобы это все максимально мирным путем можно было решить смотрите сколько ангелов здесь вот насколько я помню где-то в том направлении я точно не помню в каком городе есть монастырь там церквей много так что может быть это и поможет но давайте посмотрим теперь именно в силу на этом направлении как у них для не будет складываться дела для вас ну сопротивление они конечно будут оказывать но много сил на это потратит много ресурсов я могу сказать что это сопротивление высого будет довольно таки продуманным здесь нужно быть очень аккуратными действовать они будут активно но в первую очередь они будут заботиться о своей собственной безопасности то есть здесь вот я могу сказать что очень активно будет на этом направлении они действуют сопротивляться будут по-серьезному ну а чем наши будут отвечать ребята на это сопротивление потому что тут вот такие карты и мах и королева пентакли и силы туз мечей то есть это очень серьезная карта такие ну а наши ребята чем будут отвечать ну а наши ребята опять же вот договариваться попытка договориться будет очень много для наших ребят зависеть от происходящих событий будут возможно будут бояться нанести серьезный урон городам поэтому в какой-то степени действия будут не очень уверенные по луне может быть даже где-то и какой-то потерей контролем будет возможно будет какая-то для наших ребят опасность в том плане что могут их попытаться куда-то заманить но несмотря на это все таки видимо разгадан будет этот обманный шаг я бы так сказала а вот в и ребята будут все таки настойчиво продвигаться вперед предлагает договориться и для этого еще будут максимально прилагать усилия ресурсы именно для того чтобы максимально было комфортно всем спокойно не торопясь буду двигаться как бы выдавливая и что то в конце концов много будет наносить обстрелов по ВСУ будет не просто но опыт уже есть как действовать поэтому ребята будут идти максимально успешно реализуя все свои планы но изначально будет опасно ну будут опасаться чтобы не навредить видимо мирным жителям все таки два населенных пункта довольно таки крупных не знаю сколько там жителей осталось поэтому тут нужно быть осторожными у ребят будут определенные ограничения в действиях но они придумают тактику самое главное такое впечатление что ВСУ будут готовить какой-то обманный шаг поэтому туда главное не попасть ну сложится все успешно не торопясь используя старый опыт и нанося большое количество будет обстрелов но не по городам конечно а по подразделениям ВСУ где наши смогут достать наносить будут удары ну вот такой расклад для Покровской и Мирнограда ну а там поживем увидим события постепенно раскручиваются и раскручиваются желаю вам всем всего хорошего мирного неба над головой чтобы максимально быстро это все закончилось хочется тишины и покоя берегите себя берегите своих близких и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...